Корсар – беспроигрышный вариант для любого постановщика, захватывающему сюжеты уже более полтора века. Морской разбойник Конрад влюбляется в невольницу Мидору. Их ожидает масса препятствий, практически пираты Карибского моря на пуантах. Мятежи, поединки, похищения и даже самоубийство главной героини. Это не первый мой спектакль, где нужно себя убить. Тяжело, непонятно. Потом мы все-таки артисты именно движения, нежели драматические актеры. Тем более у нас расстояние до зрителя большое, и это нужно так передать, чтобы было не много и не мало, чтобы всем хватило. Бартия «Раба Али» полна трюков и куража. Летающий по сцене Михаил Овчаров покорил зрителей высокими прыжками. Еще во время репетиции артист признавался, что роль даже снится ночами, а образ никак не рождается. Но, похоже, с этим удалось справиться. Вошел в образ очень сильно, покрасился морилкой. К сожалению, я уже снял грим, потому что Раба сам по себе смуглый человек, более мягкий такой образ, кошачий, можно сказать. И сегодня я считаю, что у меня получилось. Корсар уже назвали романтическим блокбастером. Над хореографией в прошлом работал и отец русского балета Мария Спетипа. В Бурятии постановщик Марихира Ивата. Он, как заправский гастроном, знает – аппетит приходит во время еды, поэтому включал рецепторы публики постепенно. Танцевальные блюда в определенной последовательности, наращивая интригу. Говорит, волновался даже не за пластику артистов, куда важнее драматичность и психологизм. Сегодня артисты так и вдохновили, все выложили своего эмоциями и физические силы. Я очень, очень довольный. За кулисами счастливые улыбки и новые наставления. Отдыхайте и соберите завтра. Не расслабляйтесь. Расслабимся после спектакля. Всех приглашаю. Получилось действительно зрелищно и эффектно. Каким и должен быть Корсар – один из шедевров мировой классики. Отдавая дань традициям хореографии Петипа, делает постановку динамичной в духе современности. И запутанный сюжет Байрона становится таким понятным. На языке танца эту историю зрители оценят 26 мая. Наталья Китаева, Алексей Жилин, Федор Моденов, Анатолий Пляскин, телекомпания АТВ.